Без плохих времен хорошие бы не являлись тем, чем они есть. И в ММА есть очень плохие времена. Что делает этот вид спорта таким великим? Ведь ставки здесь высоки как нигде. Мы пройдемся сегодня по самым грустным и душераздирательным поражениям бойцов. Это топ 10 самых печальных поражений в истории ММА. 10 место. Рэнди Кутюр против Лиоты Мачиде. В ММА мы не очень часто заранее знаем, что боец собирается уйти из спорта после конкретного поединка. Но на UFC 129 мы знали, что это последний бой для Рэнди Кутюра. Он собирался уйти еще раньше, но не мог упустить поединка с таким уникальным бойцом как Мачиде. Ему не нужны были деньги и он не собирался даже вступать в титульную гонку. Он просто хотел напоследок проверить себя. Это было практически невозможно не болеть за Кутюра в этом бою. Это была его лебединая песня. Его сын был в его углу. Довольно мало бойцов, которые вели себя с фанатами так, как Кутюр. Он был просто образец для подражания. Тактика Кутюра была ясна уже с первого раунда. Войти с ударами, затем клинч и перевод бразильца в партер. Мачиде кружил вокруг Кутюра, как если бы тот был быком на кориде. Хорошо попадал коленом в корпус, уходил от клинчей, а в завершении раунда отработал руками в корпус и добавил второе колено. Рэнди делился потом со своей командой впечатлениями. В частности, он сказал, что за соперником было очень трудно следить и что в таком же ключе прошел и второй раунд. Мачиде понял, что следует придерживаться выбранной тактики, избегать клинчей Кутюра и переводов в партер. Короткий обмен ударами, в котором Мачиде был эффективней. И дракон проводит тот самый крейн-кик, удар ногой, который отправляет Кутюра в нокаут. «Вы больше не увидите меня здесь», произнес Рэнди Кутюр в прощальном интервью Джо Рогану, что сделало этот момент еще печальней и драматичней. Завершая профессиональную карьеру с багажом 19 ярких побед, Кутюр навсегда останется одной из самых любимых и уважаемых звезд ММА. Достижения и вклад в развитие спорта этого бойца не могут быть переоценены и, скорее всего, так и останутся непревзойденными. Девятое место. Андерсон Сильва против Криса Вайтмана 2. Когда Крис Вайтман шокирующе нокаутировал Андерсона Сильву на UFC 162, не было никаких сомнений, что ему просто повезло. Сильва на тот период казался неприкосновенным. Никто просто физически не мог нанести ему существенный ущерб. Многие считали, что причиной того поражения клоунада в октагоне от Сильвы и ждали более серьезного подхода в матче-реванше. Вайтман уже в начале раунда хорошо попал рукой в голову Сильвы и опрокинул его на настил. Андерсон сумел подняться, но после Крис вновь перевел Сильву в партер, где бомбил ударами локтей и кулаков до конца пяти минутки. Во втором раунде, казалось, бой продолжится в похожем ключе. Однако никто оказался не готов к шокирующей развязке. Сильва пробил лоу-кик, а Вайтман филигранно его блокировал. Удар пришелся чуть ниже колена Вайтмана и через секунду нога некогда непобедимого экс-чемпиона буквально разломилась надвое. Корчась от боли, Андерсон рухнул на настил, и в октагон ринулась бригада врачей. Это было долгое восстановление. Джо Роган даже предположил, что это может быть концом его карьеры. И в каком-то смысле он был прав. После этого поединка Сильва уже не был прежним. Восьмое место. Кейн Веласкес против Фрэнсиса Нгану. Многие считали Кейна Веласкеса величайшим тяжеловесом всех времен, и единственное, казалось, что сдерживало его наследие, был список бесконечных травм Кейна. Но наконец-то он восстановился, чтобы возглавить карт первого поединка UFC на SPN. Это возвращение должно было показать, кто король в тяжелом дивизионе. Ему всего 36 лет, и у него осталось совсем мало времени, чтобы завоевать пояс вновь. Про бой многого не скажешь. Он не продлился и полминуты. В первые секунды он пытался наносить удары ногами, чердовал лоу-кики с хай-киками. Но попасть получилось только по защите. Спустя 20 секунд боя Веласкес попытался провести тейкдаун. Сделал проход ноги, но не сумел уронить Ангану. Камерунец пробил левый прямой в голову Кейна и оттолкнул его. Веласкес стал заваливаться назад и крайне неудачно сел, что ноги оказались под неестественным углом. Уже испытав боль, Кейн попытался перегруппироваться. Оказался на настиле и пропустил еще несколько добивающих ударов Ангану. Рефери оперативно вмешался, и бой был закончен. Кейн должен был перезапустить свою карьеру, но в итоге он завершил ее менее чем за 30 секунд. 7 место. Майкл Биспинг против Кевина Гастелума. Майкл Биспинг стремительно забрал титул в бою с Люком Рокхолдом и также стремительно проиграл его на UFC 217 Джорджу Сен-Пьеру. Довольно-таки печальное повествование, но оно имеет еще более печальное продолжение. Всего через три недели после боя с Сен-Пьером Майкл соглашается на поединок с Кевином Гастелумом. Несмотря на то, что весь отрезок боя Гастелум своей пластикой и показанной расслабленностью напоминал Рокхолда в упомянутом выше поединке, нового апсета не случилось. В первом раунде Кевин дождался удобного момента. Оттянул увлекшегося атакой Биспинга на себя, сместившись назад и точной двойкой наглухо нокаутировал графа. После боя в интервью Джону Аннику Биспинг объявил о завершении карьеры бойца. 6 место. Марк Керр против Кинг Мо. Марк Керр имеет одну из самых трагических историй в ММА. У него был огромный потенциал, и если бы он сумел победить своих внутренних демонов, то имел все шансы стать одним из величайших тяжеловесов всех времен. В начале своей карьеры в Прайде он сносил всех подряд, но потом начались проблемы с наркотиками, потерей физической формы и, как итог, пять поражений в Прайде. После чего начинает выступать в небольших региональных промоушенах. В 2008 году он терпит четыре поражения подряд. Причем все они происходят в первом раунде. И в своем последнем поединке Кинг Мо потребовалось 25 секунд, чтобы его забить. Это был душераздирающий конец карьеры крушащей машины. 5 место. Казуши Сакураба против Мелвина Мэнхуфа. Казуши Сакураба – одна из самых любимых фигур в смешанных единоборствах. Его любили за его неотразимую харизму и веселый характер. Мелвину потребовало всего 90 секунд, чтобы жестко нокаутировать Сакурабу. Казуши и раньше проигрывал, но это было действительно жестко. Это стало поворотным моментом в его карьере. Это был конец эпохи. Было грустно смотреть, как легенду данного спорта так жестоко уничтожают. Это было напоминание о том, что в ММА все серьезно. 4 место. Федор Емельяненко против Мэтта Митриона. Когда Федор проиграл три боя подряд в Strikeforce после 10-летней беспроигрышной серии, это было настоящим шоком. После серии поединка Федор подписывает контракт с Беллатер. Особенно после боя с Фабио Мальдонадо Мэтт Митрион казался идеальным оппонентом. На второй минуте первого раунда оба бойца одновременно выбросили правый прямой удар рукой. И оба попали по противнику, отправив друг друга в нокдаун. Но в отличие от Емельяненко, Митрион быстро пришел в себя и добил Федора на покрытие, заставив судью остановить бой. Этот нокаут стал жестоким напоминанием, что даже непобедимые легенды проигрывают. 3 место. Даниэль Кормье против Стипи Меочича 2. До UFC 241 Даниэль Кормье был непобедим в тяжелом весе. Он был бесспорный чемпион. И если бы он победил Стипи Меочича во второй раз, то уверенно закрепил бы за собой статус величайшего тяжеловеса всех времен. Помимо этого, наметился бы потенциальный третий бой с Джоном Джонсом в супертяжелом весе. Даниэль Кормье доминировал 3 раунда, но в четвертом что-то пошло не так. Меочич нащупал тактику, начал бить по печени. А Кормье сконцентрировался на этом. И Стипи тут же перевел атаки на голову, как итог нокаут. Фанаты знали, как он много пережил за последние годы, и как он глубоко переживает поражение. И многие понимали, что это вполне возможно последний бой DC. Эмоциональные кадры за кулисами в слезах только добавили печали этому моменту. Второе место. BJ Penn против Яира Родригеса. У BJ Penn есть одна замечательная способность – заставлять поклонников верить в него. По большей части из-за того, насколько он уверен в себе сам. Несмотря на то, что он не выступал до этого два года и не выигрывал бои в течение шести лет, поклонники все равно верили в него. Победитель шоу The Ultimate Fighter, Яир Родригес уже в первом раунде основательно потрепал соперника в стойке всевозможными киками по этажам. В начале второй пятиминутки Яир поразил ветерана фронткиком и отправил на настил правым кроссом. Пен пытался защититься от добивания, но безуспешно. Хаммерфист и мексиканцы один за другим ложились в цель, и рефери бросился на спасение BJ Penn. Первое место. Чак Лиделл против Тита Артиза 3. У Чака Лиделла и Тита Артиза есть богатое прошлое. Прославленный боксер Оскар Делла Хоя решил попытаться заработать на смешанных единоборствах. Для того, чтобы громко заявить о себе, бывший чемпион мира по боксу начал искать бой, способный заинтересовать публику. И его взор пал на когда-то грозных представителей UFC – ветеранов спорта Тита Артиза и Чака Лиделла. Чак Лиделл не бился 8 лет. Тита же, который был на 5 лет моложе Чака, был еще активным бойцом. Возраст не щадит никого, и Лиделл яркое тому доказательство. Весь первый раунд Чак пятился назад, пытаясь выбрасывать джеб, который летел настолько медленно, что казалось, будто это замедленная съемка. Артист чувствовал себя намного уверенней, контролируя ход поединка. Тита ограничил пространство Лиделла и нанес серию сокрушающих ударов, завершивший их трилогию. Сложно сказать, что заставляет ветеранов в столь солидном возрасте выходить на бой. Деньги, азарт, первое и второе. Но стоит ли игра свеч, учитывая, что по имеющейся информации Чак и Тита получили по 250 тысяч долларов? Если Тита отработал спокойно и размеренно, то Лиделла упал в глухой нокаут, что в возрасте 48 лет не может не сказаться на здоровье бойца. Множество контента, которое не будет на ютубе, будет там. Также ставьте лайки, пишите в директ, буду рад со всеми пообщаться. Также не забываем про поддержку и мотивацию, а лучшая мотивация это финансовая мотивация. Ссылочки также в описании.